Вот на берег вышли гости. Царь Салтан зовет их в гости. И за ними во дворец полетел наш удалец. Сказку о царе Салтане Александр Сергеевич Пушкина знают, конечно, все. И вот вам еще одна история. Кто же такие эти гости? В России гостями называли крупных купцов, которые торговали с другими странами, а также самих иностранных торговцев, которые приезжали в Россию. Впервые гости упоминаются в договорах князей Олега и Игоря с Византийской империей. Гости имели право торговать с другими городами и странами. Они вели в основном оптовую торговлю. Ввозимые ими товары складировали на особых дворах, которые впоследствии стали называть гостинные дворы. Такой есть, например, в Москве. Одним из крупнейших центров иностранной торговли долгое время был Новгород. В середине 16 века при Иване IV Грозном в России начала действовать так называемая Московская компания, которая на самом деле была английской и имела свои дворы в Москве, Ярославле, Холмогорах, Вологде. Вообще в этот период в Москве торговали преимущественно поляки, а немцы, шведы, ливонцы торговали в Новгороде. К середине 17 века гости стали привилегированные категории населения. Привилегии заключались в освобождении от тягловых повинностей, в свободном проезде за границу для торговли при наличии особой жалованной грамоты от царя на гостинное имя, в праве приобретать водчины, в подсудности непосредственно царю. Также были гости сурожане. В XIV-XV веках в Москве так называли богатых купцов, которые вели торговлю с Византией и итальянскими городами, а затем с Османской империей через портовый город Сурож в Крыму. Это современный город Судак. Отсюда и название. В начале XVIII века Петр I разделил городских жителей на три гильдии, и гости были включены в купеческое сословие. Позже купеческие гильдии были подтверждены жалованной грамотой городам императрицы Екатерины II. Однако слово «гость» сохранилось в русском языке. Это слово стало означать «посетитель», «друг». Затем появились слова «гостеприимство», «гостиная комната», то есть «комната для приемов». По-видимому, эта эволюция шла на протяжении XVIII – начала XIX веков. И великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин как раз и отметил в своем стихотворении многозначность и эволюцию этого слова.